О, Генри. Чёрное платье. Мистер Донован поклонился с тем изяществом и с той сияющей улыбкой, которые ему завоевали, быстрое продвижение в общественной, деловой и политических сферах, и вслед за тем мысленно вычеркнул мисс Конвей и списка лиц, достойных его внимания. Две недели спустя Энди сидел на ступеньках крыльца, наслаждаясь сигарой. Над ним послышалось сзади мягкое шуршание. Энди повернул голову, так и застыл в этой позе. Из дверей выходила мисс Конвей. На ней было платье, чернее ночи из крепде, крепде. Одним словом, из этой тонкой чёрной ткани. Шляпа на ней была чёрная, и со шляпы не спадала и развивалась чёрная вуаль, тонкая, как паутина. Мисс Конвей стояла на верхней ступеньке и натягивала чёрные шёлковые перчатки. Нигде на всём её туалете не было ни одного белого или цветного пятнышка. Её пышные золотистые волосы были стянуты в мягкий сияющий узел, низколежавший у затылка. Её лицо нельзя было назвать хорошеньким, но теперь оно было почти прекрасно. Оно освещалось огромными серыми глазами, которые были устремлены вдаль, с выражением самой трогательной грусти и меланхолии. Имейте в виду, барышни, она была совсем в чёрном крепде. О, крепдешин. Вот как называется эта материя. Совсем в чёрном. И этот грустный, далёкий взгляд и волосы, блестящие под чёрной вуалью. Конечно, для этого вы должны быть блондинками. Старайтесь придать себе такой вид, как будто вы хотите сказать, что хотя ваша молодая жизнь и разбита, но от прогулки в парке вы не отказываетесь. И постарайтесь показаться в дверях в нужный момент. И вы можете быть уверены, что вы поймаете на удочку всякого мужчину. Это, конечно, очень цинично с моей стороны, не правда ли? Говорить в таком тоне о траурных костюмах. Мистер Донован внезапно снова вписал мисс Конвей в список лиц, достойных его внимания. Он отбросил свою сигару, хотя её хватило бы ещё на восемь минут, и быстро поднялся. — Какой чудесный вечер, мисс Конвей! — сказал он. Если бы Метеорологическое бюро услышало убедительность его тона, оно не применило бы воспользоваться его словами для своих предсказаний. — Да, для тех, кто может им наслаждаться, мистер Донован, — сказала со вздохом мисс Конвей. Мистер Донован проклял в своей душе хорошую погоду. Бессердечная погода. Должен был бы идти град, снег, дождь, чтобы гармонировать с настроением мисс Конвей. — Я надеюсь, что никто из ваших родственников, — осмелился спросить мистер Донован. — Смерть вырвала у меня, — сказала мисс Конвей несколько нерешительно. Не родственника, но человека, который... Но я не хочу навязывать вам своё горе, мистер Донован. — Навязывать? — запротестовал Донован. — Что вы, мисс Конвей! Я был бы в восторге. То есть мне было бы жаль. — Я хочу сказать, что никто не мог бы сочувствовать вам более искренне, чем я. Мисс Конвей слегка улыбнулась, и, о боже, ее улыбка была ещё печальнее, чем раньше. — Смейся, и мир засмеётся с тобою. Плачь, и смех будет тебе ответом, — процитировала она. — Я узнала на деле, мистер Донован. — У меня здесь в городе нет ни друзей, ни знакомых. Но вы выразили столько сочувствия, и я это высоко ценю. — Очень грустно быть одной в Нью-Йорке, — сказал Донован. — Скажите, мисс Конвей, не прогулялись ли бы вы немного в парке? Это разогнало бы немного вашу хандру. И если бы вы позволили мне? — Благодарю вас, мистер Донован. Я очень охотно принимаю ваше предложение. Если вы думаете, что общество с той, чью сердце полно мрачной грусти, может быть вам приятно. Через открытые ворота железной решётки они вошли в старый парк, где когда-то разгуливало избранное общество и уселись на уединённой скамейке. Есть разница между горем молодёжи и горем стариков. Горе молодёжи делается легче постольку, поскольку ей сочувствует кто-нибудь другой. У стариков же горе остаётся всегда одинаковым. «Он был моим женихом», — поверяла через час свое горе мисс Конвей. «Мы должны были обвенчаться будущей весной. Мне не хочется, чтобы вы думали, будто я хвастаюсь перед вами, мистер Донован. Но он был настоящим графом. У него были в Италии поместья и замок. Его звали граф Фернандо Мазини. Я никогда не видела никого, кто мог бы сравниться с ним по элегантности. Отец, конечно, противился браку, и мы бежали, но отец нагнал нас и вернул обратно. Я была уверена, что отец и Фернандо будут драться на дуэли. Мой отец отдаёт лошадей в наём в Покипсе. Знаете, в конце концов отец пошёл на уступки и сказал, что соглашается на наш брак. Мы решили обвенчаться будущей весной. Фернандо предъявил ему доказательства своего титула и состояния и поехал в Италию, чтобы приготовить для нас замок. Мой отец очень гордый человек, и когда Фернандо хотел подарить мне несколько тысяч долларов для приданного, отец рассердился и обозвал его каким-то страшным словом. Он даже не позволил мне принять от Фернандо колье и другие подарки. И когда Фернандо уехал на пароходе, я приехала в Нью-Йорк и получила место кассирше в кондитерской. Три дня тому назад я получила письмо из Италии, и в письме мне сообщили, что Фернандо был убит в гондоле. Вот почему я в трауре. Моё сердце, мистер Донован, навсегда погребено в его могиле. Я знаю, мистер Донован, что со мной должно быть очень скучно, так как я не могу ничем интересоваться. Я не хотела бы отвлекать вас от веселья и от ваших друзей. Может быть, вы предпочитаете вернуться домой? Теперь, барышни, если вы желаете, то поглядите, как быстро молодой человек возьмётся за лопату, если вы ему скажете, что ваше сердце зарыто в могиле какого-нибудь другого мужчины. Молодые люди по натуре свои грабители-мертвецов. Спросите об этом любую вдову. Нужно же что-нибудь сделать, чтобы вернуть похороненное сердце скорбящим ангелам в чёрном крепдешине. С какой стороны не смотреть, хуже всего, конечно, приходится в таких историях мёртвым мужчинам. «Мне вас страшно жаль», – нежно сказал мистер Донован. «Нет, мы ещё не вернёмся домой. Не говорите, что у вас нет друзей в этом городе, мисс Конвей. «Мне вас страшно жаль. Я хочу, чтобы вы поверили, что я ваш друг, и что мне страшно жаль вас». «У меня его портрет здесь, в медальоне», – сказала мисс Конвей, вытерев глаза платком. «Я никогда его не показывала, но вам я покажу, мистер Донован, потому что я верю, что вы искренний друг». Мистер Донован долго и с большим интересом разглядывал фотографию в медальоне, который мисс Конвей открыла для него. Лицо графа Мазини могло возбудить интерес. У него была умная, открытая, почти красивая физиономия. Такой человек легко мог стать трибуном, вождём. «У меня в комнате есть большой портрет в рамке», – сказала мисс Конвей. «Когда мы вернёмся, я вам его покажу. Это всё, что у меня осталось на память о Фернандо, но он всегда будет в моём сердце». Мистеру Доновану предстояла очень трудная задача – заменить в сердце мисс Конвей несчастного графа. И он решился на это, потому что искренне восхищался её. Но трудность задачи, казалось, не особенно беспокоила его. Он взял на себя роль сочувствующего, но весёлого друга и так успешно разыграл её, что ещё через полчаса они уже сидели за двумя порциями мороженого. Несмотря на все старания молодого человека развлечь мисс Конвей, в её огромных серых глазах выражение печали нисколько не уменьшилось. Раньше, чем расстаться в этот вечер, она побежала наверх в свою комнату и принесла вниз фотографию в рамке, любовно обёрнутую в белый шёлковый шарф. Мистер Донован молча и внимательно смотрел на портрет. «Он дал мне эту карточку в тот вечер, когда уехал в Италию», – сказала мисс Конвей. И я с неё заказала портрет для медальона. «Красивый мужчина», – сказал от всего сердца Донован. «А как вы думаете, мисс Конвей, что если бы вы сделали мне удовольствие поехать со мною на остров Кони-Айланд в следующее воскресенье?» Месяц спустя они объявили о своей помолвке мисс Скотт и другим жильцам. Мисс Конвей продолжала носить траур. Через неделю после их помолвки они сидели вдвоём на той же скамейке в старом парке. И трепещущие листья деревьев бросали на них при лунном свете колеблющиеся неясные тени. Но у Донована весь этот день было на лице мрачное выражение. Он был так молчалив, что его невеста наконец не выдержала. «В чём дело, Энди, что ты сегодня так не в духе?» «Ничего, Мэгги». «Но я вижу это ясно, ты никогда таким не был. Что такое?» «Да так, пустяки. Ничего особенного, Мэгги». «Нет, что-то есть. Я хочу это знать. Держу пари, что ты думаешь о какой-нибудь другой девушке». «Отлично. Почему ты не идёшь к ней? Если ты её желаешь, возьми свою руку прочь, пожалуйста». «Хорошо, я тебе скажу», — ответил Энди. «Но мне кажется, что ты меня не поймёшь. Ты слышала о Майке Сельване, да? Большой Майк, как его все называют». «Нет, я не слышала», — сказала Мэгги. «И не хочу слышать, если это из-за него ты такой грустный. Кто он?» «Он самый крупный человек в Нью-Йорке», — сказал Энди почти благоговейно. «Он может сделать что угодно с любым политическим деятелем. Он стоит на недосягаемой вершине. Стоит тебе сказать что-нибудь непочтительное о Большом Майке, и через две секунды на тебя набросятся миллион людей». «Да что говорить? Он недавно посетил Европу, и короли попрятались по своим норам, как кролики». «Ну так вот, Большой Майк — мой друг. Я незначительная величина в моём районе. Но Майк также хорошо относится и к незначительным людям, как и к видным. Я встретил его сегодня на Бауэре, и знаешь, что он сделал? Он подошёл и пожал мне руку. «Энди», — сказал он, — «я следил за твоими успехами. Ты нанёс несколько хороших ударов в боксе, и я горжусь тобой. Что ты хочешь выпить?» «Он берёт сигару, а я Хэйбл. И я ему рассказал, что собираюсь жениться через две недели». «Энди», — сказал он, — «пошли мне приглашения. Тогда я не забуду и приду на свадьбу. Вот что мне сказал Большой Майк, а он всегда держит слово. Ты, конечно, не понимаешь этого, Мэгги, но я готов дать отсечь себе руку, чтобы только Майк Сэльван был на нашей свадьбе. Это был бы самый приятный день в моей жизни. Если он приходит на чью-нибудь свадьбу, то карьера жениха обеспечена на всю жизнь. Вот почему я выгляжу сегодня таким печальным». «Так почему же ты его в таком случае не пригласишь? Если он так много для тебя значит», — спросила Мэгги. «Есть причина, почему я не могу этого сделать», — грустно сказал Энди. «Есть причина, почему он не должен быть на свадьбе». «Не спрашивай меня, Мэгги. Я всё равно не могу тебе это сказать». «А я и не интересуюсь», — сказала Мэгги. «Это очевидно, по политическим соображениям. Но это всё же для тебя не причина перестать быть любезным со мной». «Мэгги», — сказал Энди после небольшой паузы. «Скажи откровенно, ты меня так же любишь, как твоего графа Мазини». Он ждал долгое время ответа, но Мэгги не отвечала. Потом она вдруг прислонилась к его плечу и начала плакать. Она плакала и даже тряслась от рыданий, крепко держа его руку и обильно смачивая крепдэшн слезами. «Ну-ну», — успокаивала её Энди, забыв своё собственное горе. «В чём же дело? Что опять такое?» «Энди», — рыдала Мэгги. «Я солгала тебе. Я всё время чувствовала, что должна тебе это сказать. Энди, никогда не было никакого графа. У меня никогда не было в жизни ни одного возлюбленного. А у всех других девушек были. И они постоянно говорили о них и хвастались ими. И я заметила, что из-за этого одного молодые люди за ними больше ухаживали. Притом, Энди, я так шикарно выглядела в чёрном. Ты знаешь, как мне идёт чёрное. Потому я пошла к фотографу и купила ту карточку. А с неё заказала маленькую для медальона. И выдумала всю эту историю с графом, чтобы иметь возможность носить раур. И никто не может любить лгунов. И ты, Энди, меня разлюбишь. И я умру от стыда. О, я никого не любила, кроме тебя. Это всё. Но вместо того, чтобы её оттолкнуть, Энди лишь ещё крепче прижал её к себе. Она взглянула на него и увидела над собой улыбающееся, просветлённое лицо. Ты мог бы простить меня, Энди? Конечно, сказал Энди. Теперь всё в порядке. Пусть граф отправляется на кладбище. Ты всё теперь выяснила, Мэгги. Я так и надеялся, что ты сделаешь это до свадьбы. Энди, сказала Мэгги с робкой улыбкой. После того, как она уверилась в полном прощении. Ты поверил всей этой истории о графе? Ну как сказать, не особенно, сказал Энди, вынимая свой портсигар. Потому что в медальоне у тебя был портрет Майка Селивана. Майка Селивана. Майка Селивана. Когда лёгия не должна сделать, ну и ответ. Такой ебранe не янужден. Деланя сцеливана. Еслиcent не приблизительно Ahnuki Селивана.